да я знаю вы проследуете с нами или не проследуете ну во время карантина куда я с вами проследую да я отказываюсь теперь скажите причина это карантин да да карантин а ну вы вообще совершенно незаконно преследуете меня да да и насчет того штрафа я должна его буду обжаловать течение пяти дней но связи с карантином у меня не будет такой возможности поэтому я отказываюсь вообще но сайты гоф видите да сейчас так а вы кто снимаете куда снимаете хорошо так дорогие ребята сделайте пожалуйста максимальный репост желательно включите запись экранов потому что здесь в городе семей получается сотрудники меня нашли и я сейчас беспокоюсь я с ребенком гуляла на площадке я беспокоюсь по поводу того что они могут меня похитить или причинить вред моему здоровью и моей жизни так что сделайте пожалуйста максимальный репост и включите запись с экранов закончились да я закончила я еще раз вам говорю вы можете обратиться на сайт сейчас что хотите сделать вам вообще необходим проследовать с нами так как в ваших действиях усматривается состав правонарушения административного как вам уже это административного правонарушения а причем тут отдел по борьбе с экстремизмом который мура ашханов мурат это кто пожалуйста обратитесь к этому какая вас фамилия если вам надо запись полностью с момента как я сюда подошел это можно вам предоставить ваши все которые вы говорите ваши переживания они все необоснованно я вам сразу говорю вы можете не переживать я просто как сотрудник я понимаю что сейчас карантин в связи с тем что вы просто маленький ребенок вообще желательно чтобы ребенок ваш воде находился не на улице но вы здесь видите да здесь никого нет я поэтому здесь с ребенком поскольку здесь никого нет 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 скажите пожалуйста в связи с тем что теперь да у меня такой вопрос законы именно в административного законодательства вы не проживаете на адресе где вы прописаны правильно да вы прописаны по адресу 208-37 в правильно вы там не проживаете да смотрите есть такая ситуация если мы даже не можем с вами проследовать центральный отдел полиции как я помню составление протоколов вы сейчас наверное тоже да будет да конечно я отказываюсь да никакого нарушения закона с моей стороны не было как я здесь нашли введение карантина правила соблюдения требования карантина все полностью мы эти требования ходе вы мне предоставьте дом я буду находиться домашних условиях а если негде а если мне с ребенком жить негде где мой дом где мне находиться где мне жить у меня нету дома не негде жить там моя мама живет нет почему потому что ребенок бывает плачет нет она меня не выгнала почему я должна ее комфортно нарушать я с ней жить не хочу причина моя мама проживает 10 квадратах 12 квадратах представляете что это такое 12 квадратов это кровать стол кухонный и все и как не там с ребенком проживать мама я ребенок еще во время карантина не выходя из дома 24 часа как вы себе это представляете почему мы в казахстане должны так жить скажите зачем вы меня преследуете как вы меня здесь нашли скажите значит вы меня преследовали я за несколько дней первый раз вышла на улицу вы меня сразу поймали понимаете да какой факт правонарушения что я сделал это все записывали вы что не помните у вас на этой странице вашей фейсбук есть ну что вы говорите вы это все записывали какой факт правонарушения и записи что вы говорили вы это все знаете вам абсолютно законно я вам не говорю что это незаконно коще партиас это движение движение да где люди объединились по общим интересам с целью сменить власть которая нас всех грабит вам самому не противно выполнять эти преступные приказы преследовать меня кирби знаете да я вам ничего разговариваю я вас вообще первый раз в жизни мы с вами пересекаем правильно вы никогда не до этого видите я вас первый раз вижу прекратите пожалуйста плакать успокойтесь а мы нормальный диалог у нас может остается вы включите в одну сторону и все я вам пытаюсь слезьте пожалуйста так мне наверх стоит смотрите солнце там сзади мешок я даже не вижу я боюсь спуститься в десяти квадратах вы меня слышите а вы коронавирус да да а то что было бы воля моя по идее я бы тоже дома сидел но так как я присягу давал мне необходимо ходить на улице чтобы присягу давали чтоб невинных людей преследовать так сидите зачем работать на это государство которое плевать на нас всех хотела зачем работать на это государство зачем тогда вы меня беспокоить потому что у вас есть право будьте добры как гражданский как гражданин республики казахстан выполнить свой гражданский вас никто там воровать как вы говорите там похищает посягательств на ваше здоровье жизнь никто не собирается где гарантия что я сейчас спущусь и вы меня не украдете не запихаете в машину пожалуйста лучше после этого вы еще увидите фейсбук и будете говорить какие мы хорошие люди и вы будете я знаю что происходит уже будете уже по другому говорить же посмотрел же тоже действительно я уже знаю то что да то что вы сейчас начнете сейчас я даже могу через часа 23 как это все закончится что вы будете говорить теперь без вы проследуете с нами или не проследуйте вы скажите ладно давайте не будем время здесь его действительности карантин действительно переживать залить и лучше возить ребенка я не буду вас никуда вы как бы куда мне заходить дайте мне место для жилья я пожалуйста буду жить если бы вы знали где я сейчас живу помочь вам жильем да выключить и мы поговорим насчет жилья мы найдем решение нет говорите на камеру я боюсь его выключать я вам сразу через 20 минут это включится не переживать весь казахстан видит я знаю что весь казахстан быть вы жильем хотите решить я не хочу чтобы сейчас меня слышали кто-то может помочь какие будут люди завтра эти люди скажут зачем ты привел такого человека паре и сказал мои данные по телефону потому что эти люди будут просто так сами помогать я попрошу поинтересуюсь есть люди которые есть такие не надо вам не надо на один день мне нужно чтобы навсегда навсегда у всех у всех граждан казахстана была нормальная жизнь я работала до карантина до карантина где вы работали детском саду детском саду я не могу вам сказать сейчас у вас как уволили вас отпуск без содержания я снимала комнату за двадцать пять тысяч времянку время частную да мы найдем момент решения так чтобы плане и все я просто честно вам скажу я не просто так как я сам отец просто мне 10 ребенка жалко я вам сразу говорю с вами наверно видите наверно да то что происходит новости следите наверно сколько людей заражать каждый днем ходил по сотни люди добавляются после больных сегодня еще один официальное подтверждение то что в городе семей 2006 года парень видели наверно официально видели официально все подтверждено все уже есть да давайте ребенку подумку хотят на момент карантин и что вы мне предлагаете жилье жилье я не буду отключать камеру я не могу это никто не будет я вам гарант даю сейчас пойдет очень много людей смотрят и не могу такого нету я вам еще раз говорю честное слово человеческое даю человечка честное слово слово офицера даю и заберет никто никуда никуда не поведет мы переговорим момент именно вашу жилье а вы потом все по новой ключ это вам гаранты слово офицера даю и не могу вам верить вы сотрудники полиции офицеры вы все свою честь перед народом потеряли народ вам не верит не верит из-за особенных лиц да я могу сказать из-за особенных лиц может быть есть сотрудники и может быть есть но из-за некоторых лиц в том числе и тех кто убил дуата годила в том в тех кто причастен к его преследованию из-за них все сотрудники полиции для нас для обычных граждан являются врагами народа хорошо я понял это в принципе сейчас у нас не решение нашего вопроса как говорится я вам предлагаю то что при условиях по поводу вашего жилья чисто по человечке только из-за вашего ребенка вот брать не буду только из-за вашего ребенка вы согласны или мы тогда закрываем эту тему разговоры все продолжаем дальше папа мои служебные деятельности кирбис вы согласны нет кирбисе успокойтесь пожалуйста он играет не с грязью я постираю ничего страшного где-то будешь старать в тазике есть добрые люди которые пустили меня к себе пожить я не могу спуститься из-за вас кирбис называние будем пойдет и действительно это уже совсем не себе жертву то не придумывай не строй по идее если бы ты говоришь когда человек честно подходит до тебе в открытую ходе пришел представился не подходите ко мне как сотрудник полиции если вы хотите ко мне по-человечески относиться во время нашего разговора что у тебя проблема такая ты же мне это сама отразила значит если ты мне отразила я как бы помощь просят из-за этого я тебе и говорю предлагаю если есть давай поговорим это уже не касается моей служебной деятельности понимаешь не могу не могу помогать людям я не могу вам доверять я не могу телефон выключить все тогда можете уходить тогда смотри что ты с нами отказываешься до проследовать отказываешься проследовать скажи пожалуйста адрес куда нам отправить тебе никто не будет дергать и все это у меня нет ни поддерживаешь нет нет вот уже выходишь что же знаешь что кто там я приходил ты говорила там на видео снимала когда тебя там уже не было же правильно переходить доходе разговора я понял я не был ну ты же откуда узнал от кого ты могла узнать если только не от матери правильно там только мать было но я за вчерашнего дня с неконтакт не поддерживала вчерашнего дня скажи пожалуйста туда адрес какой-нибудь скажи тогда я тебе отправлю я тебе позвоню потом ты мне номер телефона продиктует скажу и эти через сайт я тебе же сайт не знаю адрес я даже адрес не знаю ну с нами ты категорически отказываешь центральный отдел полиции да да причину твою потому что это коронавирус правильно да хорошо давай так будем просто чтобы честны перед друг другом если коронавирус это природа здесь никого нет у людей ребенок счастлив он хочет играть от того что я ему буду руки вытирать без конца запрещать играть от этого он счастливее не станет и здоровее не станет он играет данный момент вам хорошо это твой ребенок просто честно мне жалко стало по идее действительности только из этого предложил и вот это то что с домом решить вопросы крышу над головой хотят на время во время карантин просто меня в покое оставить если оставлю мне принципе ничего не он нет просто есть факт нарушение понимаешь нет любой нет подожди я тебе объясню все ладно один раз доведу пожалуйста выслушай потому что никогда тебе объяснять и начинаешь перебивать давать сюда есть ваш право нарушения если есть нарушение я должен реагировать это моя обязанность это моя обязанность но если ты как гражданский гражданин республик казахстан считаешь из моей права мои действия неправомерными ты можешь их обжаловать либо вышестоящий орган именно в моем случае вышестоящие это управление полиции город семьей департамент восточно-казахстанской области либо министерство внутренних дел публики казахстан а также помимо есть помимо этого есть надзор надзорный орган то есть прокуратура прокуратура города если тебе добраться не нет возможности если у тебя материальные сложности у тебя интернет же есть активно пользуется интернет ты можешь подать я тебе ссылку скину я тебе сутки надо будет на странице фотографировать сейчас что вы хотите сделать я отказываюсь с вами проследовать до нету у меня адреса нету адреса нету родственников на какую страницу что вы мне отправить людмила этот мужчина представился фамилию назвал я сейчас забил забыла уже вы можете еще раз представить правозащитница людмила козловская ардак должность назовите пожалуйста должность назовите пожалуйста да участковый инспектор асулханов ардак нет конечно я с вами никуда проследовать не собираюсь не про проследовать говорю то что я тебя отправлю сфотографировали бы как-либо давай я тебя привезу давайте мне в руки тогда чтобы не нарушая твои права я думаю проверить тебе людмила он начали документы показал я не успела камеру включить он уже спрятал документы и сказал я тебе представился больше показывать не буду ну вы на камеру не стали показывать я не успела даже прочитать вы открыли корочку и закрыли вы сами знаете что вы враги народа в данный момент вы стесняетесь даже показывать свое удостоверение народа стесняетесь потому что вы выполняете преступные приказы все сотрудники полиции вы все враги народа успокойся пожалуйста показывайте свое удостоверение тогда вы открыли и закрыли я прочитать не успела вы на 2 секунды открыли если ты у тебя есть ты можешь пожаловаться у меня есть записи когда эти представлялся эти показывать покажите заново откройте тогда видите вы не хотите показывать не хочет показывать по интернету людям которые захотели так извините вы сейчас находитесь никогда ему достоверение показывать по них поняли да в интернете люди сидящие никогда мне она просто мои действия если кому не ясно я не пришел сюда представляться на всю республику а просто она снимает мои действия вот этот человек сначала фиксировал на видео в маске в кепке лицо полностью скрывает я не знаю я не знаю где я окажусь следующую минуту я не знаю вообще я ничего не знаю я я сама не знаю честно говорю сообщите свой номер телефона ну да ну да ну да я телефон и незнакомые номера не поднимаю я вас поэтому спрашиваю ваш номер телефона куда вы мне время скажите и куда подъехать я не знаю где я буду в следующую минуту я вам честно говорю я не знаю я не могу вам сказать я вам дам хотите я вам дам хотите можете можете кого-то отправить чтобы забрал только предупредите скажете кто придет хорошо вас никто забирать ничего такого не будет хорошо это не надо все и просьба такая пожалуйста как вы здесь и нет не не о х я вижу что вы уже устали это я вижу что вы овл облине пожалуйста успокойтесь нервы не восстановить ребенка пожалуйста научитесь и расстроиться если есть возможность дома домой Куда они уже идут, если есть, возможно. Ладно. Все, до свидания. Все, они ушли. Я не знаю, как они меня нашли. Невозможно с ребенком дома сидеть. Невозможно. Я вышла просто, чтобы он поиграл немножко. Буквально 5 минут. Хорошо. Он сказал, отправит по почте. Я потом выложу то, что они отправят. Я просто... Я не знаю, куда мне нужно уйти, чтобы они меня перестали находить. Я просто в шоке. Ну вот, я с ребенком буквально вот только вышла, они сразу подошли. Ладно. Сейчас я успокоюсь, попью чай. Приготовлю себе поесть. До свидания всем. Продолжение следует.